Привет, я Анимеджик, со мной тут мои песики, смотрите Юмичу и Миша И прямо сейчас мы находимся в центре Москвы, в зоосалоне, который называется PetCut И сегодня я пришла сюда, чтобы сделать новые прически моим собачкам, помыться, покупаться и так далее Я вам все подробнее скоро объясню, сейчас давайте заходить Сейчас вы видите Олю и самые преданные зрители нашего канала, я думаю ее вспомнят Она, конечно, очень изменилась, но все-таки ровно два года назад Мы приходили к ней в другой салон на день рождения моей собаки Софи Делали ей прическу, приводили в порядок Я специально не мыла Мишу и Юмичу По Юме это не особо заменно, а вот по Мише, из-за того, что у нее прям длинная шерсть Вот, давай посмотрим, покажем ребятам Секундочку, ребята, роликов не было почти два месяца На это есть очень важная причина и чуть позже я расскажу, что произошло Но это для нас просто рекорд, очень жаль, что так вышло и спасибо, что дождались нас Зато сегодня в этом очень интересном видео будет конкурс для вас И несколько людей выиграют нереально классный сюрприз Поэтому смотрите ролик внимательно, мы объявим конкурс где-то в середине Но именно потому, что мы пропали, Ютуб может проигнорировать этот ролик и не показать его в рекомендациях И поэтому нам очень нужна ваша помощь Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите длинный комментарий Вам это всего секунда времени, а для нас это будет большая поддержка Спасибо вам большое, извините, что прервала, погнали дальше Узика засаленная слегка у нас Тут где-то узелочки уже появились Но это потому, что не часа вам Слегка спутанная, грязненькая Когти, когти, да, подпили Юмичу тоже ровно две недели, я с ней ничего не делала И обратите внимание, насколько она лучше выглядит Именно потому, что у нее шерсть короче Ну, по шерсти тоже на ощупь она достаточно засаленная Тоже линяет, в принципе Косички, ну, когти не стриженные вижу Тоже подушечки Ну и что, начнем? Да С кого начнем? Начнем с Миши, давай Давай начнем с Миши Юмичу никогда не была вот так вот в салоне, не работала с мастером То есть все, что я делала, это я всегда ухаживала за ней Сама расчесывала, подстригала где-то, когти стригла А тут, получается, она впервые будет И я не знаю, на самом деле, как она себя будет вести Может быть, она будет нервничать, дергать Да А есть какие-то такие вообще жести, истории, когда собака неадекватно себя вела? Не поверишь, вчера у меня три подряд собаки, меня погусали, у меня вся рука просто Покажи, покажи Да здесь сейчас равно, прям крупняком Ну вот синячки, царапки А почему они тебя погусали? Ну, просто мало занимаются воспитанием и приучением к процедурам То есть люди думают, что они купили собачку и все Она сама все будет делать Да, она сама все будет делать Да, мы там раз в два месяца будем проводить на груминг и все Ну, да Это на самом деле как собака Животное, оно как ребенок Если вы заведете ребенка и просто бросите его в угол, он будет валяться И типа жить своей жизнью, такой как Маугли Что из него получится? Вот то же самое и с собакой Причем там год где-то щенку Я убираю с одной руки, он мне вцепляется во вторую руку Женок, я прям в панике, что делать? Выбегаю, у меня тут все в крови Прям мясо Мамочки Да, кстати, ты заметила, у меня татуировка еще новая появилась А, теперь еще корка Да, у меня же была тыска саба Ты был только мотинец А теперь еще появился корка Да, название Ну, когда собачка линяет, мы как бы высвобождаем шерстку Потому что когда сушишь потом А, так у меня такая штука, а нет Нет, у тебя, наверное, фурминатор Который портит вообще шесть Вот прям рекомендую потом тебе это Дам название Вообще штука классная Потому что фурминатор она срезает А это именно вычесывает под шерстом Посмотрите на Мишу Она, походу, кайфует просто Она такая лежит Залипает Вообще нормально Ей кайфово, да, Миша? Смотрите, ребят Во-первых, сколько шерсти И это просто первый этап Вообще, просто совсем так слегка Да? Вот это будет здесь картиночка до, как Миша выглядела И после, что у нас будет, мы увидим Я думаю, что вы очень удивитесь Так как у нас Миша долго не была в ванной Вот, и у нее достаточно засаленные украшалки на ушах Я ей сначала их пройдусь пастой Чтобы максимально убрать вот эту вот сосульскость В смысле паста? То есть специальная паста, чтобы вот эти вот не вот такие Белесопли, да? Да, да, для животных Супер, выглядит как какой-то воск Знаешь, такой воск для укладки причесок Да, да, да Намажем Первое мытье у нас будет шампунью с суперочисткой Ну все, Аня, а как ты себя чувствуешь? Ты моешь голову, не боишься мочить? Слушай, Миша, нет Все, просто кто-то боится постоянно А как же в уши попадет? Я говорю, а как собаки ныряют? Да Ну как бы в нос только не заливать, естественно, моську Видите, я там придерживаю и мочу Главное, чтобы вода не попадала в нос А уши, ну понятно, лить прям в уши не надо Это небезопасно Но если вот так вот, как у Миши сейчас, уши немножко прижать Или они сами прижаты, то вы так поливаете водичкой И все нормально, не переживайте А еще лишнюю, ну как бы жидкость, которая попадет, они же отрихаются Конечно Вспениваем водичкой Миша, не вообще нормально себя ведет Вообще прям Суперспокойная, да? Да, как раз Правильно Громеру тоже надо намочить Два года назад ты сказала этот лайфхак Я с тех пор им пользуюсь Да И зрители у меня на канале, кто посмотрел это, сказали Блин, реально вещь вообще распенивать сначала и помыть пеной А не плюхать шампунь плюшкой на собаках Нормально у всех будет Да, ну это нормально бывает Значит, у нас этапы Первый этап, мы ее расчесали Второй этап, мы ее помыли Суперачистый, первый слой То есть снили основную грязь Плюс еще на ушки нанесли воск Ой, не воск, как? Пасту Ну, обезжиривающая паста На ушки нанесли обезжиривающую пасту И сейчас мы будем ее второй раз мыть, да? Да Обязательно Потом еще масочку сделаем Надо эффект вау У нас же СПА-процедуры Так, сейчас мы смываем, да? И еще будем делать дальше У нее уже такая мягкая шелостка Дай попробую Дай попробую Действительная Ой, да, вообще Она такая мягенькая Смешайка моя Она такая сразу маленькая Когда у нее шерсти не стало Видите, крысь мой Че хуй крысь лепутя Я не могу что-то Миш, Миш Смотрите, какая летучая мышка поет Мишаня Да И потом массаж Массируем Чтобы у нас все увлажнилось Какая самая сложная собака В твоей практике В твоей работе В плане шерсти Порода Чао-чао Чао-чао? Да Запоминаете, ребят Вы часто спрашиваете Какую собаку завести Чтобы за ней меньше всего было ухода Все большие собаки Длинношерстные Набитые Ну, чао-чао Самоеды Чао-чао Это вот первое место, да? Да Причем они груминг не особо любят Ну, как бы не особо переносят И я чао-чао отказалась делать Это было Даже отказалась? Да Недавно в этом салоне Один раз Я все-таки взяла Чао-чао Они неделю ходили Уговаривали меня Чтоб все-таки я взяла Кто самый супер-мега простой? Вот То есть меньше всего вообще Ну, да Они же только сыр Заводите в латкошерстных Маленьких чехушек Ну, или той терьера Чехушек Еще эти, господи Или бредки Ну, в общем, все короткошерстные Китайская хохвата Вот нам подсказывает Ну, нету ни характер Давай, какая кошка Самая сложная в уходе Порода Тоже так же Британцы и шотландцы Британцы и шотландцы Почему? У них не длинная шерсть Ну, у них не длинная Она густая Она Такой, знаешь, если колтуны Это в какой-то панцирь образовывается Это же тяжело Плюс они Они очень характерные Ну, я их тоже отказала сделать Не любят Вообще Вообще Да, они Как бы Это, наверное, один процент из ста Что дастся Ну, вот что это делается А кто самый простой? Вот здесь Наш оператор нам подсказал Ну, что сфинксы самые простые Но он и говорит, нифига Ну, нет Сфинксы, они тоже характерные Ну, как бы Вроде кажется Их просто помыть Все, там, конечно, шерсть Но их просто часто моют Их нужно очень часто мыть Да А кто самый простой из кошек? Ну, я Мейн-кунов люблю Мейн-кунов? Да Они тоже шерсть Шерсть, но Как бы час-полтора По уходу Раз Ну, как бы В три Раз Раз в два-три месяца Они очень умные Раз в два-три месяца, да? Да Они очень умные И Легко поделиться Вообще То есть они лучше Там некоторых собак Они прям просто лежат И делай с ними что хочешь Миш, прости Просто такая личинка Реально У нее взгляд такой Что происходит? Просто такая Ричинка из роддома Сколько вам уже? Неделя? Первая неделя? Ну, вот только Голоса вообще Сразу сушить Не рекомендуется Сразу не сушил? Я всю жизнь сразу сушил Ну, ты голову тоже сразу Вот прям помыла И когда у тебя течет Ты сразу филом сушишь? А, нет Ну, вот то же самое А собак я сразу сушил? Ну, дать надо И впитаться чуть-чуть Окей Вот, чтобы это Я 9 лет собаку неправильно мула Неправильно сушила? Да Ну, нет, они у тебя Всегда ухожены Чтобы постричь собаке когти Если собака Особенно не дается Мишка, она очень спокойна Она как бы Ну, даже без полотенца Как бы можно справиться Ну, она просто впитывается Но некоторые собаки Если не хотят стричь когти Вот эта фишка Замотать собаку в полотенце Или почистить зубы Или постричь когти Это не Если что, это не издевательство Ничего Это реально рабочая вещь Вообще лайфхак Особенно для маленьких собак Вот так вот закатать Ее, как маленького ребеночка На коленки положить И вот так вот Лапки, да И они укусите Они не дергаются Не нагоняют себе Истерики Это вот такая вот штучка Которую ты подпиливаешь, да? Да, чтобы не царапалась Электрическая? Да, на подзарядке Чисто такой комфорт Для хозяев То есть, по сути, ты этой штукой Шлифуешь, да? Да Чтобы они ни за что не цеплялись Да, да, да Есть такой момент Когда я просто постригу когти Ничем не шлифую Ни пилочки, ничем собакам Они царапаются Они вот прыгают Начинают еще от радости Двумя лапами А если колгот? Еще Колгот Да, собака из громинга выходит И она там прыгает Лапами И все Мне всегда страшно Если дома люди насмотрятся Да, начнут ковырять собаке уши Вот этой палкой И что-нибудь навредят По мне так лучше Чтобы это делал профессионал Ну, да Или очень внимательно посмотреть Как это делать Потому что вы можете просто повредить Что-нибудь там Либо прийти к нам на обучение И мы подробно расскажем И к вареникам Мы попозже вам раскроем Один крутой секрет Никакого воспаления Никаких ключей Да, у меня еще уши Уши намного чище Берем пуходерку Для того, чтобы нам Если вдруг какие-то колтаны есть Разбить Слегка И гребень Для того, чтобы основательно Все прочесать Мы уже начинаем приближаться К новой Мишине причесочке Вы офигеете от того Как она будет выглядеть Ну, мне кажется, Миша Прям идеально себя ведет Да, молодец Да, я тебя все хорошо веду То есть легкими движениями Особо не надавливая Именно шерсть, да Именно шерсть, да Не кожу И все Чтобы не поцарапать собаку Потому что, покажи Пуходерка на самом деле Она очень острая Ну, пуходерки надо проверять Выбирать Царапает ли сильно она или нет Вот те, которые с капельками Они очень плохо прочесывают Я же, кстати, награду выиграла Да, серьезно? Да, у меня кубок стоит Первое место в всемирном конкурсе Друмеров в 2019 Всемирном? Всемирном? Да, да, да Подожди, серьезно? Да, я тебе кубок покажу Он там стоит Бреем в пяточке Мы помылись, почесались Шерстку у нас прям конфетка Обрати внимание Вот эта вот лапка Вот эта вот часть Ты уже ее постригла? Нет И вот эта вот лапка Вот эта вот часть Ножницы я не брала Теперь Раз, разворачиваем Это тебе на будущее Ну, ты как это Давай Вот эти вот, видишь? Вот эти вот штучки Махнатки Вот эти вот Которые Вижу Торчат как бы Вот так вот Раз Раз В смысле руками? Да, это как типа триммер Пушочек вот этот Раз Раз То есть прям руками Вот так вот поддергиваешь И они уходят Получается Да, очень легко Это тебе Прикольно То есть получается Вот этот вот малюсенький Совсем щеночек Он у вас уже был, да? Да Он был совсем маленький Да, он был прям с ладошечку И молодцы вообще Что ходят, приучают Прям с пеленок Это естественно Тоже в домашних условиях Ну, как бы тяжеловато уже Нужно рука набита быть Это ты сейчас про что? Про то, что забреваем Да Как бы дома все равно Потому что можно Ну, как бы машинку поставить Вот так И будет ранг Слушай, попочку подровняем Я считаю, да? Чуть-чуть попочку подровняем Ну, смотри Ты профессионал Ты грумер Ты меня спрашиваешь Что тебе делать? Но желание клиента Нет, ты меня спрашиваешь Все Вы меня спрашиваете Что вам делать? Ой, девушка Вы него на тебя Ваша работа не моя Вообще-то Я за это деньги Вообще-то плачу Да? Я сейчас на носу попри Какая ножницами в глаз Значит, сейчас мы подправляем попочку Попочку, да? Подстригаем ножничками И филировкой, да? Это филировка у тебя? Да, это филировка Они дают мягкий срез Чтобы более естественно Я не хочу ее застригать У Миши, как и у Софиши Такие папильонистые штучки Когда на ушках такие уши Как у собаки-бабочки То есть вот здесь вот такие свисают Волосики Странно, если считается Что у Йорков волосы Шерсть, как у волосы у людей, да? Как будто вот человеческие прямые волосы Почему шерсть Ой, волосы же не надо Три раза в день расчесывать Почему я расчесываю? Понятно Это сказал человек У которого пудрявые волосы Который их редко расчесывает Потому что если я их расчешу У меня будет просто такая Африканская пух Пух такой на голове А ты, кстати, вот эти вот стрижешь? Между пальчиками? Я между пальчиками Стригу, но не сильно То есть я в основном Стригу вот так вот по лапке По кругу Не любишь, чтобы Укорачивайте были Но смотри Ты как грумер Как считаешь, что удобнее и красивее В общем, если хотите Ставьте лайк Мы придем с кисарисой на груминг Мне кажется, это будет вообще эпик Потому что кисариса Вообще никогда не была Вот это вот Я не особо тоже люблю Стричь Потому что обрастает Может быть, это на начальном этапе Ну, как бы ты не та порода Которую состригать Можно То же самое Вот эти вот Они мягкие Смотри, как пушок Если тебе кажется Что они тебе мешают И ты хочешь полусею Вот эти вот не уйдут Кисточки останутся Вот эти вот можно прощипать Вы видели фотографию до Вот она здесь появилась на экране И сейчас вы посмотрите Спустя, ну, где-то час Час-час пятнадцать Может быть Что получилось В итоге после Главное, что все Прочесывается Без труда Гребнем Все расчесывается Это показатель То, что шерсть мягкая Да? Ой, она вообще Близди Она прям вообще красотка Уложила А вот эти вот местечки Вот эти красивые Теперь встали Они супли такие И сели Я не знаю, как ее Ничего будет относиться К процедурам Именно если ты будешь Потому что в норме Я сама это делаю Как бы она окей Ну, она так может потрястись Типа мне не нравится Ну, да Не дергается Но я не знаю, как она будет Относиться Потому что это будет делать Чужой человек Вымер Ну, пусть ты Посмотрим Держи Сейчас я Мишку возьму И мы, ребята Вам расскажем Кое-что очень важное Секретное Это очень круто Если вы досмотрели До этого момента Давай Спасибо А что Что-то должны были Ребята, мы устраиваем Для вас Вместе с Олей И салоном В котором она работает Конкурс Я хотела сказать Чтобы ты сказала Как салон называется Давай, давай И еще такое Конкурс Знаешь, такие Эти чуваки Которые такие Пи Конкурс Миньоны, блин Давай еще раз Салон, в котором она работает Подкат Подкат Устраиваем Конкурс Для Давай еще раз Что-то все не это Мы устраиваем Очень крутой Конкурс Смотрите В чем суть У них, конечно же Есть инстаграм На него я оставлю Внизу в описании Ссылочку Вы можете Выиграть Мастер-класс В этом салоне Для себя И своего питомца То есть прийти сюда И абсолютно Бесплатно Потренироваться И поучиться Ухаживать За своей собакой Вместе с профессиональным Грумером Как мы узнали Теперь еще и победителем Международного конкурса Грумеров Которые вас Всему научат Именно основам Тому Что нужно делать Дома Со своей собачкой Поэтому Победителей будет Вообще Шесть человек Шесть людей Смогут прийти сюда И получить этот Мастер-класс Абсолютно бесплатно Конечно же Вы должны жить в Москве Хотя Если приедут Из другого города Но это не критично Да Приезжайте Из Питера Со всей России Добойте сюда Короче Условия Очень простые Нужно пойти Подписаться На инстаграм Пэткарт Ссылку на которую Я оставлю внизу В описании Полайкайте их Фоточки Но самое главное Это то Что шесть победителей Будут выбираться Из тех Кто пишет Комментарии То есть Это будут Абсолютно Рандомные Случайные люди То есть У ребят В инстаграме Будет пост С этим конкурсом И под этим постом Нужно написать Свой комментарий Но Файфхак Не забывайте Чем больше Будет вот этих Комментариев Получаете Тем больше Шансов выиграть То есть Если вы напишите Десять комментариев У вас больше шансов Попасть В эти Случайные Шесть человек Кстати У нас будет Сертификат Каждому участнику О юном грумере Ну то что Закончил курсы Юного грумера По уходу За домашними животными Да И возможно Что Я тоже Приду Ура Ура Так что может быть Мы с вами увидимся А если вам понравится Эта тема Если вам вообще Понравилась наша Крутая идея О том Чтобы вы развивались Вживую Именно То возможно Мы будем постоянно Делать такие мастер-классы Я буду приходить На них Встречаться с вами И вместе Будем такие вот Штуки делать Блин Она такая клевая Смотри Она прям Звезда Звезда Мишка настоящая Медвежонок Причем Самое интересное Для меня В этом случае Это то Как Юмичу Будет реагировать Потому что Я вот прям Ну хотя Вот сейчас даже Да Она вроде сидит Да Нормально Просто Юми Она не любит Чужих людей А тут еще Какая-то чужая Тетка Меня запихивает Ванну Что у нас Со мной Делать будет Она трясется Она более Более пугается Мне кажется Сейчас Она тебя Намочит Головой Она не дергает Не убирает Вообще Скажет Тем более Тут мамка Рядом стоит Что-нибудь переживает На самом деле Про мамка Рядом стоит Питомец Видит хозяина И начинает Капризничать Начинает Выделываться Начинает Такую Я не хочу А некоторые Даже наоборот Лают Кусаются Я прилично Да Так и есть Да Я запрещаю Мне некоторые Ой, нам же посмотреть Дети тоже просят Я говорю Нет, нет, нет И нет С Юмичу Процесс происходит Намного быстрее У нее намного меньше шерсти Она сама Меньше Тоньше Соответственно Помыли мы ее Очень быстро Да Намного быть Лечи Лучше Самое кайфовое Вот меня спрашивают Сложно ли за четырьмя Собаками ухаживать Самый кайфовый По уходу Это Эйвен Потому что У него Мало шерсти Он очень мало Линяет Его нужно Не так сильно Вычесывать И расчесывать То есть С ним Все гораздо Так Так, что мы второй раз ее моем Кондиционером Нет С шерстенкой Всегда моем Собаку два раза Два Два раза Я всегда один мою Ну вот Плохо Ну первый Как бы слой Это грязь Да Нет, я даже хочу Просто спросить Я хочу увидеть В комментариях Чтобы люди написали Сколько раз Они моют голову И сколько раз Они в день расчесываются Вот просто Вот прям Расчесываюсь Два раза Мою голову Два раза Вот историю тебя Почему у меня нет собаки Я за свои 32 года Наконец-то решила Завести себе собаку Да, я очень долго Меня знает Бишон Фрезе Я решила Никому не обращаться Для всех Это вообще И для меня То есть Что У меня потом писали Говорят Толик Ты собаку Ты только к этому шла То есть по сути Ты грумер И у тебя куча клиентов Ты бы могла поспрашивать Да Да И ты То есть А я все Птикушку сделала Я начала искать на Авито Ты просто хотела Наверное Всех удивить Такая Типа А я собака Все еще Но В общем Нашла якобы Заводчика В городе Чите Мне присылали видео Мне присылали фото Мы созванивались Да А ты нашла его на Авито Да Чем Ну я вот В одном Столько ступила Чем кормить То есть Все Я привкус Правильно Неправильно Я говорю Мне подробнее Мне характер Собака Писали Да Подожди То есть Тебя полностью Заводчик проконсультировал Полностью Поплывет Все Даже созванивались Общались По телефону Даже скинули Паспортные данные Ну оказались Это просто Не знаю Чем Тебе скинули Да Мы в Вайбере Общались И все То есть Я пересылаю деньги А сколько Если не секрет Ну немного 28 тысяч Около 30 тысяч То есть Около 30 тысяч Ты перечислила Им Этим людям Да Как На Сбербанк Нет Есть на Авито Безопасный платеж Да Да Есть Вот Только я не Получилось так У них какая-то Типа фальшивая ссылка Не знаю Ссылка Не ссылка И там прям Картинка Вот прям Как будто Авито То есть Я захожу туда И там Вот это вот Авито Безопасный платеж А это не Авито А прям Вот все Все Вот все То же самое Офигеть И представляешь Я пересылаю Деньги И там даже Службы безопасности Есть Их фальшивая То есть Я перечислила Деньги Поняла Что у меня Никакого Напереджения Нет Я пишу Службу безопасности Я уже сразу Ага Они мне пишут Типа Да что Чтобы вернуть Свои деньги Вы должны У вас должно Было быть Еще на счету 9000 И вы должны Еще пройти Просылки Посылки Я поняла Что все Это точно Уже Афера Позвонила В Сбер Естественно Я уже не могла Отменить Не заблокировалась Уже все Уже все Отправили Подожди Получается Как это работает Ты заходишь На настоящий Авито Находишь там Объявление Пишешь этим людям Они тебе дают ссылку Ну да Как будто тоже на Авито И там прям Вот это вот Авито Там ссылка Это тоже Даже шапка Вот этого Авито То есть какой-то А потом По этой ссылке Я захожу И никак наказать Все А там говорят Зэки сидят Ну а с другой стороны Получается Ты сама вольно Просто перечислила Деньги Типа людям Ну как это Ну хотя бы И в общем Я сейчас по этой ссылке Если зайти Переключает тебя На Авито На самом деле Но пишет Такой страницы Типа нет Они тебе в Вайбере Ее скинули ссылку Да Они скинули ссылку В Вайбере И ты прошла По этой ссылке Получается И оплата там происходила То есть начинает вас Куда-то переманивать Не надо Не соглашайтесь В Авито Есть по-моему Сейчас Да Вот эти курсы Да Ну там именно Полную Всю сделку Можно провести В Авито Вам не нужно Никуда переходить Когда вас начинают Переманивать Все то же самое Вся вот эта информация Да Оли могла быть Получена там Все было бы официально Без всяких Каких-то странных ссылок Переписок В других местах Так что ребят Будьте внимательны Не совершите Такую же ошибку Чтобы мало того Что попасть на бабки А иногда может Покупка быть очень крупная Но еще и Очень сильно потом Расстроиться Вот у человека Мечта в итоге не сбывается Деньги заработаются А собаки нет Так что будьте аккуратны Вот все таки Никогда видео Не передаст жизнь Тихо-тихо-тихо Лапа дергает Дергает Говорит Не хочу я когти Стричь Нет То есть Юми В отличие от Миши Дергается Да Да Миша не ты Она не хочет Даваться кому-то Какому-то чужому Человеку Стричь ей когу Где-то догнулась Особенно мне кажется Сейчас машинкой Это напрягать будет Посмотри на ее глаза Мне кажется Она сейчас заплачет Юми держись Держись Юми что ты сильная Вот эта машиночка Это прям вещь Я обязательно Не на это классный И зарядки надолго хватает Мишу на руке держать Гораздо тяжелее У вас нет весов? Кстати вот весов нет К сожалению Прикольная тема Узнать сколько весит твоя собака До и после Они часто на столе Кладут кучи До и после Потому что ты как-то Постриг собаку Там 5 килограмм шерсти Просто такой Весил 10 Стал весить 5 Полотенчиком просто А мы уже полотенчиком Повпитывались Пожамкались Юми как крючок стоит От любого шороха Дергается Не, она обалдет Я же ее по часушке устраиваю Ты не брезгуешь? Я? Нет Многие просто пишут Типа Фу, она лижет тебе А я видел Ты отучала Да? Типа нельзя-нельзя Ты как-то вот Что-то у вас было Нет, я в принципе Отучаю своей собаку Лизаться Но если я предлагаю Поцеловаться Я могу поцеловаться Со своей собакой Но многие Ну как Не в губы Не в засос Но многие пишут Что типа Это не гиги Ой, мне пофигу Никогда Никогда Ее не сутки Это первый раз В ее жизни Да ладно Рука Рука Моя рука Это волшебная рука Другера просто Что она Нигде не скачет Я думала Что все Нормально Либо она будет бояться Но это знаешь Как собаки Есть же собаки Которые приходят на Громинг Они боятся Но они терпят У меня его такой Он сильно боится Но все терпят Они знают Что эта процедура Сейчас закончится Что ничего страшного Но вот просто У них такой трясучка То есть получается Насколько проще Было с Юмичу Насколько быстрее Просто Быстро Она хоть боится Но она вообще Молодец Стоит Очень хорошо У нас заметил Что ты дошла И опять Да-да-да Да, кстати Это выходило Смотрите Я специально Вышла И мы Вы видели Как она вела себя Спокойно Когда дул Громкий Шумный ветер Сейчас мы оставили Олю Она там кое-что Ей подстригала Да я возвращаюсь Она опять начинает Труситься Типа Мне так страшно Я ничего не хочу Ля-ля-ля Вот так вот Выделываться Причем меня не было Да, все нормально Все, я ей подровняла И все Оля быстро ее помыла Быстро ей подровняла Коготки и лапки Расчесала Высушила Подстригла Все До сорока минут Я перечислила Все то же самое Что делали с Мишей Но с Мишей Это делали полтора часа А с Юмичем Делали это Ну сорок минут Смотрите, ребят Показываю вам фотографию Как было до Как выглядела Юми до И теперь Как выглядит после Груминга Я думаю Что большинство Напишут, что Юми Вот вообще не изменилась Так что Пишите Какое ваше мнение Мы были в Москве У нашего грумера Любимого Оли В пэткате Участвуйте в конкурсе Обязательно И вы попадете На бесплатный мастер-класс Возможно Мы будем делать это Постоянно И возможно Я буду с вами Включаться тоже Да? Да? Ссылка в описании Пока-пока